Всем привет! С вами Марина Розмарина в рубрике «Наедине с Таиландом». Всем с утречком. Приключения с кофе, конечно же, интересные снова. Сегодня я им написала два черных маленьких кофе в одну кружку. И они на меня смотрят как на дуру и такой дабл-шот. Вчера они слово «дабл-шот» не знали, когда я сказала. И посчитали мне 45 бат. Я говорю, а вчера было 60. И он такой, так это же дабл-шот. Ну, получается, дабл-шот, если ты покупаешь дешевле, 45 стоит. А если, как я, попросила дабл-шот, но они не поняли, и я говорю два маленьких кофе. Они меня посчитали как два обычных эспрессо отдельных. В общем, в последний день я узнала самый лучший, самый дешевый кофе. Это 7-11. 7-11 называется «дабл-шот». Вот он мой дабл-шот. 45 бат. Методом проб и ошибок. Ну, конечно, самый дешевый – это тот, что я заваривала дома и купила кофе. Повезу домой, там заварю. Все, всем доброе утречко. Дзин-дзинь. Дзин-дзинь. Всем привет, дорогие друзья. Я снова приехала в торговый центр. И сейчас я хочу попробовать вот эти автоматы. Я уже поменяла 10 бат. Еще никогда не пробовала, но вдруг мне повезет. Вдруг я вытяну с первого раза какую-нибудь вот такую хочу. какую-нибудь розовую, прикольдосную игрушку. Так что давайте попробуем. Давайте. Не получилось. Надо отыграться почти. Надо вот эту ловить. Блин. Люди выигрывают чё-то, а я... Не получилось. Ничего страшного. Это был мой первый раз на этих автоматах, поэтому в следующий раз, может быть, повезет. Ну, прикольдос. Она хватилась и упала. Надо крепче хватку. Надо хватку крепче. Вот так, ух, и держать. Думала, здесь можно везде платить картой, но здесь не купишь даже. Я вот что-то попыталась купить, она сказала, вот, 300 бат. У меня наличкой 20 бат. По стандарту 20 бат. Я сейчас ищу обменку. Где-то должна быть, потому что снять деньги с банкомата не будет комиссией, а вот обменять. Но буду сейчас, конечно, буду ходить бродить. Где найти эту обменку, блин, в последний день? Марина будет вот так вот. Но купить что-то хочется, сувениры. К сожалению, не поехала на Пхипьи. Я вчера ходила, бродила. Не получилось у меня найти ни ту девушку, ни какую-то другую. Просто в 7 вечера все закрылось. И все. Какая тут жара, как вышла из этого. В 7 вечера все закрылось, но, я думаю, ничего страшного. Надеемся, что мне еще удастся сюда доехать еще один раз. Ну, обменку, конечно, будет трудно мне тут найти. Выехала на эскалаторе, нашла тут их. Отличный курс. 36,6. Молодцы. Просто молодцы. 36,51. И последний. Ну, хорошо, хорошо. 36,84. Вот это мой. Ого. Представляете? Ого. Да? 36. Это мне надо сюда. Молодцы. Запоминаем банк. Вот этот я. Я подошла, в общем, к банку. Мне сказали, что нужен паспорт. Я говорю, копия паспорта. Копию паспорта нельзя. Девушка стоит рядом. Говорит, давайте я вам поменяю. Я точно так же нарвалась. Я говорю, давайте. Подхожу. Говорю, можно разменять 50. Они видят, что у меня только 100. Говорят, нет, только 100. Ну, я сижу, умылюсь. Говорю, ладно, не надо. Я подумаю. Потому что у меня последний день. Мне 100 не надо. Иду попытаться снять деньги с банкоматом. Вставляю карту. Хочу снять 1000 бат. Мне говорят, 200 бат комиссия. Я к банкомату говорю, нет, спасибо. Не надо. Я ухожу. Походила по обменкам. Везде нужен паспорт. Везде поменяют только 100. Мне легче съездить в город, поменять и вернуться. Но потрачу ли я 100? Но с другой стороны, 100 это 3600 бат. За 1000 я куплю еще одну маечку. Что-то я поем. Что-то я... Сувениры. Потом на такси, может быть, и стоит поменять. Вот сейчас я подойду, подойду к людям. Подойду, попрошу. Все хорошо. Стояли два парня. Я к ним подошла. Я говорю, у вас евро. Они говорят, у нас евро. Я говорю, две десятки есть. Они говорят, есть. Так что я говорю, давайте я вам дам 100. Если вам 100 менять. А вы мне две пятьдесятки. Так и порешали. Я им дала 100. Они мне дали 50-50. Поменяли свои 100. Потом я говорю, можно я по вашему паспорту тоже свои 50 поменяю. Поменяли. Так что у меня сейчас есть 50. Если надо будет, я доменяю. Если не надо, будет... Ну, в общем, все хорошо. Выкрутилось. Так что предлагаю вам общаться с людьми. Всегда нужно разговаривать. Всегда нужно коммуницировать. Договариваться. И люди очень склонны помогать друг другу. Так что мне помогли. Вот девушка одна помогла. Предложила свою помощь. Потом я подошла, попросила парней. Мне помогли. Потом еще в прошлый раз в городе мне кто-то что-то помог. Ну, и, конечно же, я по возможности тоже стараюсь кому-то помочь. Сейчас я буду завтракать каким-то одним из вот таких, каким-то вот такой вот штучкой. Посмотрю, что люди берут. Вон, та красивая справа вот эта. И тоже похожую возьму. Только что это никто не знает. Вот она, по-моему. Chicken cheese. Ага. Bacon cheese. Ну, вот этот хлеб ничего солененький выглядит. Я думаю, бейкон возьму. Как и многие. Вот так. Подносичек. Ну, и что, и руками, что ли? Я возьму бумажечку. И вот так. Оп. Оп-оп. Мне надо. Вот так. Ну, это же все равно уже мое. Так. Ну, вот, значит, я взяла вот этот. Вот этот. Да. И потом возьму кофеек. А это что? Так, пока что вот так. Вот такой кофеек, блин, девочки сделали. Мы постояли, мы постояли, похихикали с грибочками. Просто красота. Я сейчас возьму это и пойду кушать. Это мой завтрочек. По стандарту я пришла на свой футборд. Уже показала. Это такая красота. Она настолько аккуратно эти грибочки положила. И они видели, как я смотрю, прям радуюсь. Ну, мачо я люблю. Прям вот радуюсь. Она так едут. Сначала она крем размазала, а потом мачо посыпала грибочки. Выложила это просто. Ну, как, как? А жалко и портить. Сейчас еще раз покажу. Вот такой красивый мачо. Вот такая мачо красивая. Просто офигенская. Давайте открою. Она не буду открывать. Офигенская. Ну и бутички. Сейчас я попробую бутик и мачо. Сначала мачо. Это кайф. Как бы научиться такое сделать? Это такой кайф. Просто кайф кайфушный. Сейчас я еще грибочек съем. Грибочек это печенька с шоколадом. Так. Мачо закрываем. У меня смесь, конечно, завтрака. С сыром и беконом. Хорошие салоны. Вкусные. И маленький Red Velvet сортик. Тридцать девять бат. Семнадцать. И мачо около семидесяти. Это мой завтрак. Где-то час дня. Всем чмоки-чмоки. И музыка такая. Прям на Чиле. Представляю свои нанотехнологии по напиткодержателю. Вот так он просто хоп и пошла в магазин. Потом хоп и достала пьешь сумочки. Хоп и пошла в магазин. Хоп и достала пьешь. В магазин пришла продуктовый купить вот такие конфетки. Они вкусненькие. Мне их давали на массаже. Стоят девятнадцать бат. Если покупать на рынке, они их продают по сорок бат. Либо три упаковки за сто. Поэтому в магазине гораздо выгоднее. Рекомендую. Всем приветики. Я вернулась к вот этому магазину. Моши-моши. В этом магазине я уже купила баночки. Сейчас покажу. У меня вот такая. Я уже чая только не купила. Вот такую я купила. И такую маленькую. Но меня не отпускают коты. Не так хочется кота. Сейчас я вам покажу этого кота. Вот один вот такой. Вот такой. Он длинненький, классненький. Вот такой. Спереди. Опа. Вот такой один кот. А второй кот. Второй кот вот такой. Он тоже такой длинненький. Я даже не знаю, какой лучше, но я хочу кота. Хочу. Ну, ну вот запал в душу мне кот. И мне надо теперь это. Это мне надо. Сколько он стоит? Сколько он стоит? Он еще по скидону 30%, 219 бат за кота. А второй? Вот такой кот. Вот такой он длинненький. Все при нем. Смотрите, он смотрит так. Купи меня, купи. Купи, пожалуйста. Вот такой хорошенький. Сколько стоит? Стоит 239 бат. Есть еще розовенький, но синенький мне больше приглянулся. Или вот такой. Или вот такой. Вот такой тоже длинненький. Такой хорошенький. Он более как подушечка. И он стоит 219 бат. Но тут была 30% скидка. Интересно, а 30% это от какой цены? Сейчас спрошу. Сколько он стоит? И если это 30% от 219, то выбор пойдет однозначно на этого кота. Только, наверное, другой. Все, я тут разбросала, попутала. Надо узнать. Сори, can I ask you? This is the price? Minus 30%? Да. Все, значит, это цена минус 30%. Сейчас я на калькуляторе посчитаю, сколько это будет стоить. Но тот красивый, конечно. Жаль, тот не со скидкой. Я купила себе кота. Вот такой он, котенька. Котенька, он такой классный. Я не смогла. Я человек, который игрушки и всякую эту милоту нет. Просто мы с ним, мне кажется, даже чем-то похожи. Смотрите, ну такой он классненький. Подушечка просто, ну просто, какая мими-ми-ми. Ну, котенька, котенька. В общем, еще и по скидосу. Действительно, скидос был. 153 бат. А счастье на 200. Всем чмоки-чмоки. Повезу, кота из Таиланда. Но счастья много-много. Все. Всем пока. Я зашла домой, купила себе вот такую штуку, как покупают местные. По супенькам шла 9 бат за лед. У меня нет, так как у меня нет холодильника. И хочется холодной водички. А бутылки покупать нет. Так что я просто имеющуюся воду перелью. И буду собирать чемодан, попивая холодненькую водичку. Много желательно, чтобы уже к вечеру у меня чемоданчик был сложен. Все запаковано. Чтобы я уже была спокойна. Ходила дальше гуляла. Последний вечерок наслаждалась. Чего-то поела. Чего-то проверенного. Да, вот так. Так что всем чмуки-чмуки. Кстати, в комнате у меня света очень мало. Вот это вот у меня отвешена занавеска. Вот это весь свет, что есть. Ну, то есть очень мало. И даже когда это день солнца. И даже когда я включаю. Ну, ничего. Я смотрела проживание с большего по цене, с меньшего по удобствам. Хорошо, что есть отдельная ванная комната. Но рассматривала варианты и с общей ванной. Потому что идея такая, что чем меньше я потрачу денег на то, где я сплю, тем больше я потрачу денег в городе на всякую-всячину. Так что, исходя из этого соображения, оно я считаю проживание у меня отличное. По стоимости, какую я самую минимальную нашла. Вот прям супер. В центре, совсем, с кондиционером. Ну, ничего, света нет. Я проснулась, душ сходила, меня нет. Пришла, душ сходила, меня нет. Ну, в смысле. Как грустно уезжать. Грустно и не хочется. Тут так хорошо. Но я еще приеду. Приеду. Это жара расслабляет. Я думаю, жара, что не надо много надевать вещей. Просто минимум и вышло. Всем чмоки-чмоки. С вами была Марина Розмарина в рубрике «Наедине с Таиландом». Я уже собрала чемоданчик и зашла поесть. Выбрала себе том ям с креветочками. Но еще не заказала. Жду, когда придут. Вот, сейчас вам покажу меню. Меню как целое прям книжище. Но я воспользовалась вот этим вот. И возьму вот этот вот том ям с креветочками. И возьму рис. Так что вот так. Будет вкусненько. Я заказала такой же напиток, как пьет рядом человек. Спросила у официанта, алкогольный ли он, не алкогольный. Поэтому, поэтому да. Это какой-то интересненький. И попробуем, давайте, что же это. Я готова к пробе. Кисленький. Кисленький сразу чувствуется. Это кисленький сок. А это бескусный сок. Его нужно смешать. Кисленький с бескусным. И будет вкусный. Это офигенный сок. Я посмотрю. Сейчас подойду, посмотрю, что же это такое за сок. Там было написано, перевожу как могу, бабочкин чай. Сейчас пойдем глянем. Вот он, пи, батерфлай, джюс. Вот лэмон. Вот этот вот батерфлай джюс. Не чай, а сок бабочкин. Погуглила. Это называется растение клетория. И его пьют для нормализации давления, кровеносных сосудов. Это вот лед, богинь. Теперь у меня все шорты розовые. Нормализация сосудов. Ну, короче, при всем, при всем. Интересно, можете почитать. И я, кстати, купила себе этот синий чай. Не знаю, что это, думаю. О, прикольдос в магазине. Он такой в пакетиках. Так что я купила себе и дома попробую заварить. Посмотрим, что это. Но на вкус чай, по-моему, безвкусный. Что здесь добавляет вкуса, это лимон. А так, кстати, потом буду пробовать. Может быть, может быть. Мне 100% сделаю обзор на все вещи, которые я купила. Как пробую, как я ими пользуюсь. Пользуюсь ли. Потому что очень часто покупаешь в поездках вещи, которые не нужны. Не пользуешься, просто купила ради того, чтобы купить душнику свою потравить. Расскажу, покажу. Может быть, не 100%. Мне принесли том-ям. Том-ям вот такой вот. Наваристый. Креветочек много. Такой он прям колоритный. И рис я попросила. Так что вот это мой обед. Четыре вечера. Давайте же попробуем. Очень интересно выглядит остро. Я не просила не остро. Забыла. Сейчас я попробую супчик. Супчик с рисом. Так. Эта ложка не для супа. Я уже помню. Хороший. Не сильно острый. Хороший. Мне принесли отдельную... Мне принесли отдельную тарелку. Я сразу взяла целую ложку. Ну, начинает немного острить. Но я не думаю, что он прям будет в кипяток. Так что в этот раз тоже хорошо все. Они молодцы. Маленький грибочек какой, смотрите. То, что надо. Супчик вкусный. С рисом самое то. Всем рекомендую. Креветочку. Да, очень вкусно. Ну, буду есть. Всем чумоки-чумоки. Кто ест, приятного аппетита. Я уже купила снова сувенирчики. Себе я купила слоника с хоботиком вверх. На счастье. И купила кружечку. Кружечка это моя магия. Мне очень нравится. Такая маленькая кружечка для эспрессо. Мне нравится. Я без кружечек теперь никуда. Всегда мне нужно купить себе какую-нибудь кружечку. И уже в ход пошла. Бутылочка. Уже все. Я ее использую. Очень-очень удобно. Она, кстати, здесь размер другой. На 600 миллилитров. Не пол-литра. Схожу на массаж. Сейчас мой последний будет заезд на массаж-забег. И буду решать, менять ли еще деньги. Чтобы было на такси. Если вдруг завтра карта и граб не получится вызвать. Скорее всего. Лучше всего мне ехать на такси. И еще кокосик сейчас. Куплю кокосик. Напоследок. Напоследок выпить кокосик. Такая тут красота красотенная. Просто не хочется уезжать. Очень я тут привыкла. Очень тут тепло, хорошо. Просто не хочется. Всем приветики. С вами я, Марина Розмарина. Сижу. Гром гремит. Сейчас может линуть. Мой последний вечерочек. Завтра я уезжаю. Через 12 часов я уже буду... Очень не хочется, сегодня на меня настала какая-то, какой-то депрессняк, мне здесь настолько, ого, молния, я на железном сижу, настолько аж сбилась, мне здесь настолько понравилось, настолько это мое, прям к жаре привыкла, жарко, хорошо. В кондиционеры в магазинах заходишь, дует холодно, тоже хорошо, еда супер, море супер, солнце, ну, SPF я намажусь, SPF 50, солнце тоже супер, и здесь жизнь совсем другая, тут, конечно, я не думала там ни о деньгах, ни о работе, поэтому я настолько сильно прям расслабилась, и вся такая, ну, мне кажется, ну, ну, Азия, это мое, надо просто... Конечно, билет я уже не поменяю, но на зимовку надо просто бросать, все вот так бросать, и ехать сюда, там, я не знаю, с сентябрь по апрель, это невозможно понять, если здесь не будешь. И вот я здесь оказалась, в этом всем. Я не плачу, я не плачу, но мне очень грустно. Я в этом оказалась, просто я настолько отдохнула, я настолько себя чувствую свободной, несмотря на то, что я здесь одна, мне особо не с кем поговорить, там что-то обсудить, у меня вот мой ютуб-каналчик Марина Размарина, но такая свобода чувствуется. Кажется, я бы тут себе скутурочек сняла на месяц, на два, подучилась бы кататься, и все, поехала, рынь-рынь-рынь, ветер в волосах, ветер в голове, и поехала. В общем, это план, план на будущее, очень бы хотелось изъездить, все обсмотреть, везде побыть, я уже сегодня села тут на лавочке, смотрю, сколько стоит проживание на месяц, чтобы сюда приехать на месяц. Если бы еще работа была удаленная, даже удаленная на полставки, все, ищите меня в Азии, ищите, Азия, конечно, ну, доступная Азия, ищите меня здесь, приезжайте ко мне, затусим, поболтаем, позагораем. Очень-очень-очень нравится, очень жаль уезжать. Мне интересно, какие у меня будут эмоции, когда я приеду, в холод, очень интересно, слышите, гремит. Очень надеюсь, что, может быть, там, за пару часов до отлета мне придет смс-ка, что мой рейс перенесли на сутки. Хотя бы так, хотя бы хоть чуть-чуть, хоть на пару часиков дольше мне здесь остаться. Все, с вами была Марина Розмарина в прекрасном Таиланде, в рубрике «Наедине с Таиландом». Я продолжу эту рубрику, когда приеду снова куда-нибудь буду вам все рассказывать, показывать. Ну, а сейчас пора идти спать и заводить будильничек. Ну, и посмотрите, как я завтра доеду, потому что, как обычно, денег у меня в обрез. Я купила сувениры, у меня 450 бат, на такси доехать стоит 400-600. Автобус выезжает в 6 утра, приезжает в 7.30, а вылит в 9, то есть не попадаю. Я очень надеюсь, что у меня получится оплатить картой, вызвать такси и оплатить картой. Кстати, сумочка, разрекламирую, Алиэкспресс 10 евро, а выглядит на все 50, а чувствуется на все 100. Всем советую, всем рекомендую. Практичная здесь, типа, как кошелечек, денежки, карточка, копии документов. А здесь всякие там, типа, как кремушек, наушнички, ключики, всякое. Все, и всегда при себе документы, деньги, паспорт всегда при себе. Вот так, если что, в руку. Едешь, ходишь, безопасно. Все, всем чмоки-чмоки. Продолжение следует... Продолжение следует...